Последние новости Церкви Православной. Климат даёт шанс Русской Православной Церкви подружиться с Соединёнными Штатами Америки и помириться с Фонаром. Что касается Русской Православной Церкви, то она получает шанс не только начать примиряться с Константинопольским Патриархатом, но и подружиться с администрацией президента США Джо Байдена. Приверженность к борьбе с климатическими изменениями, которые хорошо известны. Правда, для этого высокопоставленным сотрудникам Московского Патриархата нужно вступать в общение с действующими американскими чиновниками, а не позировать перед фотокамерами с бывшими сотрудниками администрации Трампа. Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион принял участие в собрании религиозных лидеров, учёных и экспертов веры и наука. На встречу 26-й конференции, которая на днях под председательством Папы Римского Франциска прошла в День памяти Святого Франциска Осийского 4 октября в Ватикане. Собрание стало точкой сборки мнений католиков и православных, а также представителей иных конфессий о климатических изменениях в преддверии предстоящей конференции мировых лидеров на эту тему в Голоско, которая запланирована на 1-й 12-й ноября, и куда собирается отправиться понтифик. По итогам собраний было принято совместное обращение. В нём содержится призыв, как можно скорее достичь нулевого уровня выбросов углерода, чтобы ограничить рост средней глобальной температуры на 1,5 градуса выше до индустриального уровня. Богатые страны просят не только активизировать действия по борьбе с изменением климата в собственном доме, но и оказать финансовую поддержку бедным, уязвимым странам. Религиозные лидеры обязуются предпринять более решительные действия по части просвещения верующих. О климатических изменениях активнее участвовать в общественных дебатах по экологическим вопросам, а также учитывать зелёный фактор при покупке недвижимости и инвестициях. Как утверждают участники собрания в Ватикане, особенно важным является их конфессиональное разнообразие, поскольку оно может оказать сильное влияние не только на конференцию в Голоско, но и на примерно 84% населения мира, которое отождествляет себя с верой. Последняя фраза говорит о том, что религиозные лидеры видят большие перспективы для своих церквей. В подключении климатической тематики и готовы ради этого сплотиться и отбросить спорные моменты, которых разделяют. Это касается в том числе Русско-Православной Церкви и Константинопольского Патриархата, чьи отношения переживают острый кризис. После спорного решения Фонара предоставить Томас об автокефале Православной Церкви Украины и последующих шагов, в которых Московский Патриархат, и не только он, увидел угрозу раскола православного мира. Данная позиция в очередной раз была подтверждена в конце сентября в ходе заседания Синода Русской Православной Церкви. Как сообщал по его итогам отдел Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, члены Синода осудили продолжающиеся антиканонические деяния Константинопольского Патриарха, направленные на разрушение единства православия. Тем интереснее было наблюдать на встрече в Ватикане присутствующих там митрополита Иллариона и главу Константинопольского Патриархата Патриарха Варфоломея. Обозреватель известного католического ресурса Ильсисмографу Питер Андерсон пишет в этой связи, что для него было увлекательным видеть этих двух иерархов, сидящих более часа очень близко друг к другу, разделенных только архиепископом Контерберийским Джастином Велби. Хотя я не видел обмена мнений между ними, Константинопольский Патриарх все же аплодировал в конце выступления митрополита Иллариона. Между тем, напоминает Андерсон, 27 сентября Патриарх Московский всея Руси Кирилл вручил главе отдела внешних церковных связей трём его заместителям церковные награды. При этом председатель, предстоятель Русской Православной Церкви впервые назвал Патриарха Варфоломея раскольником. Это заставляет задаться вопросом, так какой же концепции Московский Патриарх всё же придерживается по отношению к своему константинопольскому собрату? И не может ли проблема климатических изменений объединить их вопреки разделениям? Всё-таки, что ни говори, но перспектива поддержки мировых лидеров, ведущих политиков и бизнесменов на этом направлении слишком заманчива для князей церкви. Экологическая тематика – то, что нужно сегодня конфессиям, которые сталкиваются с агрессивной транснациональной гендерной идеологией и проигрывают ей. Борьба с негативными климатическими изменениями в этом отношении не просто нейтральна, но и вполне способна, если говорить о христианстве, получить богословское обоснование. Ибо в Писании неоднократно говорится о необходимости заботиться о творении и жизни. Более того, участие в этой программе позволяет решить церквам многие другие вопросы. Для Ватикана, например, объяснить смысл его китайской политики. Как отметил сейчас секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галахер, окружающая среда – это проблема, которая способствует диалогу между Ватиканом и Пекином. Что касается Русской Православной Церкви, то она получает шанс не только начать примиряться с Константинопольским Патриархатом, но и подружиться с администрацией президента США Джо Байдена, приверженность борьбе с климатическими изменениями, которые хорошо известны. Правда, для этого высокопоставленным сотрудникам Московского Патриархата нужно вступать в общение с действующими американскими чиновниками, а не позировать перед фотокамерами с бывшими сотрудниками администрации Трампа. Получится ли? Вот такую статью мы прочитали у Станислава Стримедловского.